Хочу рассказать вам о Ку Дай Сунге Ку Дай Сунг был релиф-питчером Нью-Йорк Медс в 2005-м, в своем единственном сезоне в MLB Он ни разу не сделал ноу-хитер, не играл в плей-офф, а был просто неплохим реливером Чья карьера в американском бейсболе была, честно говоря, посредственной Одно исключение 21 мая 2005-го Стадиона Ситифил тогда еще не было, это произошло на Шей Стадиум И когда фанаты пришли на стадион в тот день, я готов спорить, что большинство даже не знало, кто такой Ку Дай Сунг В конце седьмого ининга толпа скандировала его имя Он сорвал всем башню Ку Дай Сунг играл в Корее и Японии всю жизнь и попал в Америку в 35 лет На тот момент он был старейшим новичком за последние годы Он не особо говорил по-английски, но у него был свой особый язык, на котором он жил Он был забавным парнем Например, есть история, как он спрятался в раздевалке за большой кучей одежды Но у истории нет смешной концовки Он не выпрыгнул, чтобы кого-то напугать Он... походу он просто там сидел какое-то время Сидел в домике из шмоток И он очень любил играть в покер с командой Он уверял, что раньше не играл, но другие говорили, что он всех выносил И делал это с убогими картами на руках С самыми бесполезными Но повышал ставки, забирал пот, рейзил на каждой раздаче Собирал блайнды, пока у остальных не заканчивались деньги Итак, 16 мая 2005-го года Мец ведут о Цинциннати 9-2 Ку выходит в восьмом ининге И раз игра почти уже в кармане Тренер Уилли Рэндалф решает дать Ку биту во второй половине ининга Так? Для Ку это первое появление в качестве бьющего За 4 предыдущих сезона в Японии он также ни разу не был бьющим До этого он провел 12 лет в корейской лиге Опять ни одного взмаха битой Этот человек за всю профессиональную карьеру Не стоял на доме с битой в руках ни разу Но знаешь, парень, забудь про это, окей? Просто выходи туда и веди себя так, как будто делал это всю жизнь Ты у нас левша, поэтому вставай-ка примерно вот сюда Ну и по учебнику согни колени, правый локоть вверх, биту веди по мячу Все как надо Готов? Покажи им всем Эй, слышь, че за х... Ум... да... И это история первого появления Ку с битой Первый болл, первый страйк, второй страйк, третий страйк, скамейка Из газеты New York Times Его появление с битой было фарсом Он был похож на человека, который просто не хотел, чтобы по нему попали с мячом Чуваки, это было худшее профессиональное появление с битой на моей памяти И вот в чем дело Я не могу его винить, ведь в нашем обществе каждый из нас все больше специализируется на чем-то, так? Скажи работнику Связнова пойти поработать денек в Евросети, он вряд ли справится, потому что там все по-другому Что кажется странным, ведь это по сути та же работа В спорте тоже так, в каждом виде спорта свои особые правила Яркий пример это бейсбол, где питчер не умеет бить Питчеры не обязаны бить И это моя любимая вещь в спорте Для меня весь смысл бейсбола это когда питчеров заставляют бить Это офигенно Так же как Гарой и Примян, кикер внезапно должен кидать мяч даже не зная всех правил футбола Во время супербоула Или когда Крис Кейман отличный центровой пытается убежать от остальных Не делайте этого Поэтому я считаю, что Уиа Рэндалф имел полное право больше никогда не давать кубиту в руки Пять дней спустя он это сделал Уиа Рэндалф имел полное право Открыты танцевальные краи К connaсти Оленц Кейман Эти нев процессы Горпиналы В Ди Санкку Окей, комментируют игру Джо Бак и Тим Маккарвер, который сейчас на пенсии. Мне очень нравится Маккарвер, но в этот раз он был неправ. Очень неправ. Вот что он сказал прямо перед третьим броском. Вы это слышали? Оценка Тима Маккарвера была настолько неправильной, что была опровергнута еще до того, как он закончил говорить. Оценка Тима Маккарвера Вы могли подумать, что ему помог попутный ветер, да? Нет. Посмотрите на флаги. Они повернуты навстречу дому. И вот Ку уже на второй базе, и я выскажу мнение, что в тот момент он был дальше всех в истории от понятия атлет. Во-первых, это 35-летний мужик, бегущий на базы, а платит ему совсем не за это. И бейсбольная экипировка, которая не совсем располагает к бегу. Обувь, которую игроки реально полируют. Заправленная рубашка на пуговицах. Если ты одет так, то ты либо играешь в бейсбол, либо продаешь матрасы. И в тот момент на Ку была надета куртка игрока. Представьте Рассела Уэстбурга, убегающего в отрыв под кольцо в куртке. Это просто смешно. И завершает этот наряд мяч в кармане его куртки. Он не осознает, что мяч в кармане. И, кстати, куртка на нем, когда на улице 21 градус. Больше походить на типичного питчера просто нереально. Ку делает скромный, но профессиональный отступ от базы. Ведет себя спокойно. Молодец. Хосе Рейс будет бить, но аутов не было, и он делает бант. Кэтчер забирает мяч и делает на рейсе аут. Ку закономерно бежит на третью. А тут великий Рэнди Джонсон, который походу позволит Ку обставить себя во второй раз за две минуты. Так как Кэтчер убежал, Джонсон должен совершить стандартный маневр и прикрыть дом, так? Но он не стал. Там никого нет. Неужто этот парень в куртке, который не стоял на базе с 80-х, заработает очко со второй базы после банта, добежав туда напрямую? О да. О да, парни, он это сделает. Тут есть легенда, которую я не могу подтвердить. То, что когда Купер скользил на дом, он приземлился на мяч в куртке, что посодействовало травме плеча, которая закончила его карьеру в американском бейсболе в том же сезоне. И есть легенда, которая правдива. Ку Дай Сунг, никогда прежде не махавший битой и не бегавший по базам, отбил бросок Рэнди Джонсона, наверное, величайшего питчера всех времен, и заработал очко после банта. Ку Дай Сунг, когда Купер скользил на мяч в куртке, Ку Дай Сунг, когда Купер скользил на мяч в куртке, 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 Купер скользил на мяч в куртке,